Весна! Отличное время для того, чтобы начать сезон охоты! И на первую охоту 2018 года мы отправились втроем. Евгений Копыгин, бизнесмен, дилер BRP. Охотничий опыт 7 лет. Михаил Стародуб, журналист. Охотничьего опыта нет. Третий полноправный участник нашей экспедиции – квадроцикл Canem Traxter XMR. Если коротко, модель 2018 года. Надежный V-образный двухцилиндровый двигатель Rotax с объемом 1 литр. Система Smart Lock блокировки дифференциала. В комплектации два шноркеля, динамический усилитель руля, универсальная грузовая платформа с прочным откидным бортом. Кстати, суммарная емкость багажных отделений более 60 литров. Кроме того, есть лебедка, жесткая полноразмерная крыша и много других приятных мелочей. Итак, пора к делу охотиться. Мы будем на косачей. А чтобы было интересней, мы возьмем с собой только овощи, варить будем шулюм. И вопрос в том, что если мы кого-то добудем, то суп наш будет с мясом, а если нет, то нет. Самое сложное в охоте на косачей – это даже не найти косача, а проснуться в 3 часа утра. Но нам это удалось. Давай. Ха-ха-ха-ха. Три часа пятнадцать минут. Залпаем еще совсем темно. Мы готовимся к выезду. Значит, у нас, естественно, с собой все необходимое для нашего супа. Здесь включением мяса дичи. В объемный кузов нашего тракстера мы грузим все, что нам может пригодиться. Ружья, припасы, воду, дрова и даже внушительных размеров казан. Погрузив все необходимое, мы двинулись в путь. И бездорожье началось прямо от самого дома. Причем бездорожье такое серьезное. Действительно, поначалу было опасно и опасливо. И мы ехали очень медленно, но достаточно скоро стало понятно, что машине можно доверять. Она едет. Так что мы направились к цели, а впереди километров около 30, наверное, да? Прямо. Вот, по крайней мере, нормально же идет. Да, да. Чуть-чуть сюда руки. Понемногу начинало светать, и мы понимали, что нужно поторапливаться. Мы прошли самодельный мост из бревен, мы прошли ямы, канавы, овраги. И вдруг на тропинке мы увидели два поваленных дерева. И объехать ни слева, ни справа не представлялось никакой возможности. Но у нас ведь был умный человек с собой. В лес нельзя ездить без пилы. Я ее взял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре распила, лебедка, пять минут и электрическая пила никого не распугала. Можно ехать дальше, и вот там уже где-то, ты слышишь, косачи токуют. Да, токуют. И мы их реально ведь слышали. Я их и сейчас слышу. Сейчас будут бегать. О, нет, я их пошел, пожалуйста. Видишь, косвосто спушу, пожалуйста. О, тут такая токация сейчас поуте. Это Петерев, Касач. Вот. То есть мы сегодня будем с Шулемом. И именно в этот момент я понял, что охота уже удалась. Но останавливаться на этом совсем не хочется. Солнце пригревает, и охотничий азарт гонит нас вперед. Решил прокатиться по окрестностям, проверить, нет ли тока где-нибудь еще. За утром мы проехали больше 50 километров, увидели несколько давно заброшенных деревень, покормили кабанов и даже починили переправу. Большую промоину, которая представляла проблему для проезда, закидали валежников. Все, вот на наше огромное полено мы накидали валежника. Сейчас любая машинка проедет, но я считаю, что наша могла проехать и даже без вот этой переправы. Но мы же для людей стараемся. Что касается тетеревов, этим утром мы их больше не увидели. Зато вдоволь накатались. Подведем промежуточные итоги, сделанного за этот день. Мы проехали 30 километров. Взяли косача. Видели ток. Проехали заброшенные деревни. Починили переправу. Накормили кабанов, добавили зерна в кормушку. Взглянули на часы. Было 7 утра. Решили, что пора завтракать. Пора завтракать. Готовим супчик. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Вкусно. Так скажи. Вот сейчас, в этот момент, стало понятно и очевидно, что охота действительно удалась. А мы вернемся к нашей экспедиции. И подъехав к очередному участку, участку действительно жесткому, самому жесткому, который нам удалось встретить, лично я чуть-чуть струсил, признаюсь честно, и думал, что нужно разворачиваться и ехать обратно старой, проверенной, более легкой дорогой. А я наоборот, хотел проверить, на что способна машинка, испытать всю ее мощь, чтобы в дальнейшем понимать, на что можно рассчитывать. Настоящий экстремал, что тут сказать? Это я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На мой взгляд, тяжелая ситуация. Эта колея достаточно глубокая, она может наблюдать, не знаю, метров, наверное, 30. Я так понимаю, здесь либо ехать по колее, либо пытаться из нее выскочить, расскажи. Но мы можем и то, и другое сделать, я думаю. То есть, потому что глубина колеи меньше, чем наш клиренс, мы можем просто прошарашить вперед, но иногда нужно уйти в сторону. Вот. И это сложно, потому что задние колеса толкают, передние пытаются грести и никак не могут выскочить из колеи. Сейчас мы попробуем выскочить, посмотрим, как это будет. Еще сложность этой ситуации в том, что колея замерзшая. Была бы она мягкая, любая машинка была. А, ну, сейчас она дубовая. Да, 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 она еще, снег лежит, понятно, что она еще замерзшая. Мы сейчас попробуем ситуацию смоделировать. У нас на нашей стороне что? То, что у нас полностью заблокировано все. То есть, я сейчас заблокирую передний дифференциал, и все четыре колеса будут грести как одно. И то, что эта машинка способна выкручивать руль на какой-то безумный угол поворота. Передний дифференциал стоит в положении грязь, а мы его дополнительно еще заблокируем принудительно. Все. Какое вот лично я вижу преимущество полной блокировки вот таким образом переднего дифференциала? Это то, что вы двигаетесь на полностью заблокированных колесах с минимальной скоростью. Потому что, допустим, для того, чтобы блокировать дифференциал, который блокируется с помощью вискомуфты, необходимо давить газ достаточно сильно. Ну, и это уже вызывает некоторые трудности в колее или в лесу. Ну, в общем, достаточно сложно. Здесь все очень просто. Минимальная скорость, все контролируется идеально. Нет никакой необходимости останавливаться для того, чтобы заблокировать дифференциал. Это можно сделать прямо на ходу, нажав соответствующую кнопку. Это очень удобно в сложных условиях. В какой-то момент, когда до дома было уже рукой подать, мы решили намеренно застрять. В несколько подходов заезжали в самые непролазные участки. Все без толку. Тракстер ехал совершенно в любых условиях. Ближе к вечеру, уставшие, но очень довольные, мы возвратились домой. Это был действительно хороший день. Косач добыт, шулем сварен и съеден. Квадроцикл показал себя с самой лучшей стороны, ни на секунду не дав усомниться в своей надежности и проходимости. Выезд удался. Ну и все-таки ведь это невозможно. Ведь нужно понять, как этот дифференциал работает. Ты можешь мне объяснить это теоретически? Если очень кратко, то хотя бы одно колесо должно касаться земли, для того, чтобы мы уже ехали. Вот все. На этом наш выпуск заканчивается. Это объяснение мне вполне понятно. Конечно же нет, мы не могли успокоиться и просто после охоты пойти отдыхать. Мы решили провести эксперимент, вывесить колеса и посмотреть, как работает дифференциал. Ценой немалых усилий, подкладывания различных бревен и даже выкапывания земли, мы повесили три колеса. У тебя задний привод сейчас? Да, у тебя задний привод. Включаем задний привод. Поехали. У нас крутятся задние колеса. Более того, переднее правое колесо тоже висит. Мы хотим включить сейчас полный привод. Да. Вот сейчас только задний. Включаем полный. Да. Вот. Нажимаем на газ. И посмотрим, поедет у нас квадроцикл или нет. Ну как в теории? То есть у него крутится... В теории он должен поехать, но не сразу. Вот. А в режиме мат он должен поехать гораздо быстрее. А в режиме заблокированного дифференциала он должен поехать сразу. Убеременно. Но я чувствую уже, что он пошел. То есть еще чуть-чуть и это колесо пойдет. Даже в режиме трейл он уже едет так. Уже вот, ну, чувствуется, что он сейчас едет на одном колесе. Я включаю режим мат. Видишь? Колесо уже пошло. Я буквально только дал газ. Я блокирую дифференциал, да, передний. Он даже не дал, не дал даже подумать об этом. То есть ты только коснулся газа, он сразу поехал. Вы обратили внимание, никаких высоких оборотов, да? Ничего, да. В этом и суть. То есть не нужно никакого времени для срабатывания дифференциала. То есть он сразу поехал. Мы понимаем, что он поехал бы и в режиме трейл, но только чуть позже. То есть сколько-то бы колеса прошлифовали остальные и подключилось бы колесо, которое стоит на грунте. В режиме грязь он бы поехал быстрее. Но все равно колеса какую-то пробуксовку имели. То есть мы видели, что они чуть-чуть подшлифовывали, да? А в режиме полностью заблокированных колес он не дал пробуксовать ни одному из колес. Да, и не дал нисколько времени для того, чтобы прокопать им что-то. Ну то есть как-то изменить ситуацию. Машина сразу поехала. Так получается, в инструкции пишут правду? Да. Мы докопались до истины. В общем, пора подвести итог наших выходных охотничьих. Они прошли, на мой взгляд, просто супер. Мы добыли косача. Мы сварили шулюм. Он был вкусный. И мы проехали туда, куда хотели проехать. Что ты скажешь? Ну, мои основные ощущения от машинки. За 21 год дилерства BRP я ездил на всем. На всем. В прошлом году, в начале сезона, на такую же охоту я ездил на Mawry KX3. Это новинка. Это прекрасный квадроцикл. Драйвовый. Но он не совсем для этого. Много грязи от него. Мало вещей можно с собой взять. Осеннюю охоту я провел на квадроцикле Outlander XMR. Квадроцикл с безумной проходимостью. Но, опять же, мало вещей. Много грязи. Но уже при этом никакого драйва. Такого, как на Mawry. Здесь может быть меньше драйва. Но зато я был весь чистый. Я взял с собой кучу вещей. И проходимость была на 6 по 5-балльной системе. Но мы это все видим. Мне все очень-очень-очень понравилось. Прямо машина для того, для чего мы ее использовали. И это идеальная тачка для охоты. Для того, чтобы сходить в какой-нибудь поход. Взять с собой вещи, бензин, чего-то еще. Супер. В общем, получились отличные выходные. В отличной компании. Опа. Главное, попали ведь друг к другу. Да, у меня даже была. Была, что не попадем. Ну, по косыщам-то вроде стреляли, попали. И, значит, здесь была вероятность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова